Наурезнама – это новая концепция празднования наступления Дня весеннего равноденствия. Целая декада. И каждый из 10 дней наполнен своим смыслом. Символ 17 марта – шанарак. Сакральный объект наших предков, который ассоциируется с домом, благополучием, безопасностью и преемственностью. А еще шанарак – это просемейные ценности. Юлия Волкова поговорила с двумя супружескими парами, чья история длится уже больше полувека. Суббота, воскресенье мы едем на рыбалку. Наготовим всего, еды, все, едем. Я-то поймаю, у меня крупная ловилась, да? Но я ее снять не могу. Она туда-сюда. Я боюсь. Ты пищит же, когда пью. Супруги Сердюковы вместе 53 года. Двое сыновей уже подарили им четверых внуков. А история знакомства Анны и Валерия началась в 1971 году. И она достойна настоящего фильма. Как все молодые девушки гадают? Суженые, ряженые. Приходи, да? Бабушка нам дала вот такое деревяшки из печки, вытащила остывшие. Говорит, идите в одну сторону, в другую. Вот кто вам встретится, спросите, как тебя зовут. Вот так и будет звать твоего мужа. Юная Аня пошла вычислять имя. Два высоких парня идут. И я с ними сравнялась и говорю, мальчик, как тебя зовут? А он говорит, Валера. Я говорю, спасибо. Повернулась и пошла. Он говорит, что, ты все, что ли? Да, я гадаю. Я говорю, гадаю, у меня муж будет Валера. Юра, что, жена будешь-то? Ну, еще как-то шутками. А получилось, и вот все. Серьезно. Стал приглашать меня то на танцы, то в кино. И любовь у нас открылась. Меня закрывали, я в окошко, в форточку вылазила к нему. Молодые люди так влюбились, что поженились через три месяца. Анна Александровна вспоминает, как муж ее катал на самках, а она читала ему стихи. Чтобы ветры, хлещущие струи, смыли бы навеки до конца, смыли все чужие поцелуи с твоего любимого лица. Я все про любовь. Интересно. А вам до этого кто-то стихи читал? Нет, никто. Никто? А сколько мне там было? Саревин пришел. И сразу меня нашел. Понравилось им все. Он энергетик, а наш актерский фельдшер. И благодаря профессии ангел-хранитель мужа. Валерий Иванович к своим 75-ти получил два инсульта. Жена выходила, он окреп благодаря ее заботе. В августе поедут на свадьбу своего внука и будут ждать правнуков. Говорят, именно ради таких событий и стоит жить. Главным секретом крепкого союза они считают умение слушать и слышать друг друга. И не тратить время на обиды. Но мы никогда больше пяти минут не можем ругаться. Поругались, через пять минут уже помирились. Больше терпения, больше внимания к женщинам. Где-то что-то поддерживать, помогать. Вот тогда будет все нормально. Цветы дарить. Цветы? Это важно? Обязательно. Живите долго и счастливо. Как мы. У семьи Оразбековых семейный стаж на год меньше. А вот правнуки уже есть. И не один, а целых трое. И 12 внуков от пятерых детей. Самое большое счастье мы испытали при появлении правнуков. Первая родилась правнучка. Когда она мне что-то ли печет, я просто таю. До сих пор не верится, что это реальность. Полиген и Олберген тоже познакомились в 1971-м. На сельхозработы в его аул с химико-биологического факультета приехали пятеро студенток. Ах, да. Она была такая умная и красивая, когда заговорила. Такая серьезность от нее повеяла. У нее уже был какой-то поклонник, но подруги Олберген сказали, что я лучшая. Ведь я спортивный, не курю. Я был единственный прораб на весь район, который не пьет алкоголь. Доверие, потом уважение, поддержка, внимание, забота, ответственность, понимание, умение выслушать. И ты понимаешь, человек тебя любит. Разводы из-за того, что просто влюбляются во внешность, но не делают друг для друга ничего. Дружили год, а потом я заговорил про семью. Но Олберген сказала, что еще на год уедет работать в аул. Дождешься – молодец. Я даже думал ее украсть, но потом решил ждать и писал постоянно письма. На второй год знакомства пара поженилась. Еще через год родился сын. Супруги говорят, никогда не разделяли обязанности на мужские и женские. И именно это считают главным в семье. Мы не сравнивали, кто больше устал и кто больше работал. Он был прорабом, я педагогом в школе. И кто первым пришел домой, тот начинал готовить ужин. Мы взаимно заботились друг о друге, не думая о том, кто, что и кому должен. А делали все от души. Каждые выходные в этом доме собираются дети, внуки и правнуки. Делятся успехами, просят совета. Или просто играют на домре и поют. У них есть даже такие моменты, когда они друг друга ревнуют. Да, есть такое. Стараются быть рядом друг с другом во всех каких-то вопросах, во всех каких-то проблемах поддерживают друг друга, советуются. Естественно, это, говорю, пример для нас, для внуков. Для меня, в первую очередь, бабушка и дедушка – это опора. Для меня это источник знаний, для меня источник советов. Я обоих одинаково люблю, обоих одинаково уважаю. Нельзя ругаться с бабушкой и дедушкой, ссориться, потому что они прожили намного дольше, они увидели намного больше. Глупость не скажут, надо всегда слушаться. Каждой семье свои секреты счастливой жизни. Это достижение обоих. Результат этого труда, конечно, дети, внуки и правнуки, которые мечтали бы прожить так же долго со своими избранниками, как их дедушки с бабушками. Юлия Волкова, Иркиол Антой Волдин, программа «Аналитика». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова